Итак, в древней культуре люди женились не по влюблённости, а по правилам. Они слушали старших, и старшие им говорили, вот этот человек тебе принесёт счастье в жизни. Но он видит, что этот человек не вызывает такого сильного чувства. Он спрашивает, что почему? Вот как раз в этом весь это, что люди должны учиться любить друг друга, имея просто симпатию. Часто люди просто знакомятся, общаются. Когда бывает такое, что человек уже навлюблялся, ему просто надо замуж выйти или жениться. Он смотрит, хороший человек, симпатия есть к нему, и он с ним начинает отношения строить, сначала просто общается, потом постепенно видит, что человек надёжный, начинает вместе жить, и бац, неожиданно счастье оказывается. Потому что он уже думает, что счастья не будет никакого. Оказывается, вот здесь счастье и происходит от таких отношений, которые развиваются разумно, у них общие интересы, общие цели, но нет вот этого бразильского телесериала. «Вижу тебя наискосок, рыжий берег, полоску ила, я готов целовать песок, по которому ты ходила». Шуба-дуба. Всё начинается очень сказочно, заканчивается только не так уж сказочно. Вот в чём проблема. Потому что через эту шуба-дубу как раз судьба и выходит. Сначала у людей появляется сильная страсть друг к другу, она переходит в медовый месяц, год там, три года максимум. Больше трёх лет не видел. Спасибо за подтверждение. Вот. Потом дальше, когда заканчивается вот этот вот обмен хорошей кармой, это значит, что вся хорошая судьба выходит наружу, они инициируют хорошую жизнь и в мечте живут в это время. То, что большевики как бы стремились к чему, они получили в этот момент? Они получили как бы по, как там говорится, по потребностям как бы жизни, а по возможностям работы. То есть я работаю сколько могу, а потребностей у меня много. Давайте будем наслаждаться друг другом. И когда мы наслаждались, 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 оно же кончается хорошей кармой. Вы что думали, так и человек должен всю жизнь жить, просто наслаждаясь, он же должен служить всем. Когда человек служит, он нарабатывает судьбу, а когда обалдеет, он её съедает. Но они съели всю судьбу хорошую свою, совместную. Уже нет, больше всё кончилось. И она ему говорит, что-то ты на меня смотришь не так, как раньше. Ну так, как смотрел, так и смотрит. У него просто из глаз уже не идёт вот это наслаждение. Он говорит, и ты тоже что-то не такая уж ко мне ласковая, как раньше. И они начинают друг друга мучить. С этого момента начинается ругань. Они пристают друг к другу, потому что ожидания-то остались, счастье-то кончится, как раньше, а его уже нет. И здесь есть несколько вариантов развития событий. Первый вариант — бразильский. Это вопли, крики, бегать друг за другом, драться там, кричать. Бразильский вариант такой. Очень интенсивные такие чувства. Посуда летит там и так далее. Второй вариант — американский. Тоже начал проникать в нашу жизнь. Американский вариант. Чуть-чуть как бы чувства погасли. Дальше что? Прощай со всех вокзалов. Поезда уходят дальние края. Прощай, прощай. Мы расстаёмся навсегда под белым небом января. Прощай. И ничего не говори. И ничего не обещай. Ну, чтобы понять мою печаль, густое небо посмотри. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выключаем, да, свою... АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, есть ещё и нормальный вариант, ведь правда? Когда вот уже начался вот этот вот бразильский телесериал, ругаемся, в этот момент люди должны опомниться. Потому что единственный выход — сохранить семью такой. Ведь почему они ругаются-то, как вы думаете? В чём причина? Они счастье друг от друга ждут. Это из-за ожиданий. Мы хотим счастья друг от друга. Когда нет, мы начинаем вопить. Вернее, просить сначала, по-доброму. Не даёт, значит, тогда по-злому. А если не даёт, тогда вопль. Ну то есть мы ждём счастья друг от друга. Как кошка иногда, знаете, а её не кормят, она сначала... Мяу. 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 Мяу-мяу. Мяу-мяу. Вот, 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 вот. Правильно. Иногда в соседней квартире такие звуки слышишь. Ну понятно всё. Всё понятно, что происходит. Причина — ожидание. Не дают покушать. Человек без счастья жить не может, понимаете? И в этом заключается глобальная ошибка нашего существования. Просто глобальная ошибка. Это просто ошибка, и всё. Не то, что мне не повезло. Вот это самое главное трудности. Самая главная глупость, которая только существует. Мне не повезло. Тебе как раз повезло. Вот тот, кто тебе нужен, перед тобой и стоит. Иначе бы вы и жить вместе, когда не повезло. Знаете, люди встретились, пообщались, чуть-чуть пожили и забыли просто друг о друга. Бывает такой раз, они пожили-пожили раз и забыли, что им надо быть вместе. Это значит, не повезло. А если они помнят друг о друге, ругаются, требуют, вот как раз повезло в этом случае. Это означает, что твой человек точно. Есть чем ругаться, значит твоя судьба. Так вот, знаете, глобальная ошибка заключается в том, что само представление о любви неправильное. Любовь не действует, как ожидание. Ожидание приводит только к страданиям. То есть, если вы привязались, что ваш ребёнок должен привести вам счастье, он вам принесёт страдания. Без всякого сомнения. Через ожидание приходит страдание в жизни. Ждёте счастья от мужа, именно это ожидание становится причиной страданий. Неправильное отношение к любви, эксплуатация любви, которая, естественно, живёт в нашем сердце, мы все склонны эксплуатировать любовь, приводит всегда к страданиям. Таков закон этого мира. Теперь, с другой стороны, если человек реально понял, как правильно жить, он берёт энергию счастья от Бога, думает, изучает Священное Писание, читает молитву, ходит в храм, в своей вере, ничего менять не надо. Надо просто вот то, что у тебя есть в сердце, это развивать. Поклоняются святому образу. В некоторых верах не поклоняются образу, допустим, поклоняются Священному Писанию, изучают Священное Писание, обсуждают Священное Писание. Совершают обход вокруг святого места, поклоняются, проводят службу духовную. Для чего все эти вот это разные действия предназначены только для разных типов мышления и всё. Единственное, что человек должен понять, что он не может жить без источника энергии. И единственное условие, что получить эту энергию, ты должен сам ей отдавать, не просить от неё. Господь, дай мне то, дай мне сё. Да он знает, что тебе надо, что ты просишь. Он же прямо там находится внутри и всё видит. Надо ему служить, наоборот. Я люблю тебя, спасибо тебе, я хочу жить так, как ты говоришь. Помнить о нём. Это служение всё, служение. А человек служит источнику счастья, он наполняется счастьем. Вот, допустим, давайте возьмём вот ситуацию, в которой вы ненавидите друг друга. Я вам сейчас прямо распишу, как будет происходить процесс. Во-первых, если вы будете требовать что-то друг от друга, это приведёт неизбежно к разрушению семьи. То есть граната взорвётся обязательно. Не думайте, что всё-таки вам человек отдаст то, что вы от него просите. Он не может отдать, потому что он тоже нуждается, так же, как и вы. Он такой же нуждающий, и вы истощены оба. Женщина по-женски, мужчина по-мужски. Отдавать некому. Поэтому человек должен начать свою внутреннюю жизнь. Это как шаг в пропасть. Ты всё время ждал счастья от кого-то, потом раз — садишься перед алтарём, ни от кого уже не ждёшь. И так со слезами на глазах — «Господи, до чего же я дожила?» И начала слушать это Олега Геннадьевича и села перед этим алтарём. Я тебе теперь ничего не хочу, я от мужа. Теперь придётся молиться. Понимаете, вот такое чувство у вас будет. Потому что человеку отказываться от своего желания счастья в этом мире искать невозможно практически, без слёз. Он садится перед алтарём и такой — «Я тебя люблю». А сам не любит вообще Бога. Он потом обнаружит, что это всё лицемерие какое-то вообще. На первой стадии таких отношений с Богом одно лицемерие просто и всё. Он говорит — «Я хочу жить, как ты говоришь». А сам не хочет при этом. Я хочу молиться тебе, хочу тебе служить, а сам не хочет. И надо, несмотря на это «не хочу» продолжать это всё делать. Постепенно человек начнёт чувствовать чистоту в жизни. Ям-ням. Начнёт чувствовать чистоту в жизни постепенно. Он начнёт чувствовать святость. С этого момента начнётся наполнение его батареек. Первая стадия — они ненавидят друг друга. Что произойдёт? Близкий человек продолжает меня ненавидеть, мне стало легче. Я наполнился чуть-чуть, мне стало легче. Вторая стадия — я вообще успокоился, его принял. Вот принял таким, какой он есть вообще. Ненавидеть, ненавидеть мне всё равно. Нормально. Третья стадия — я начинаю отдавать ему то, что он хочет. Вот он же всё время хотел что-то от меня. Но, пожалуйста, готов мне получше. Пожалуйста, посерай мне получше. Пожалуйста, убирай мне получше. Пожалуйста, обнимай меня после работы. Хорошо, нет проблем. Всё начинает делать человек. И тот второй просто, он такой в шоке. Он расслабляется такой, становится таким батрушкой такой, мягкой такой. И в этот момент он начинает наглеть. Расслабляется. Это всё последовательно так идёт. Человек начинает молиться Богу, брать от него энергию, служить близкому человеку. Тот сначала успокаивается, перестаёт. Ругань пропадает всё. Тишина в доме, никто не ругается. Потому что один служит другому. Один счастье испытывает от служения, а другой испытывает счастье от того, что ему служит. Как у нас с женой. Я говорю, вот смотри. У нас с тобой полная совместимость. Ты любишь вкусно готовить, а я люблю вкусно есть. Ну, когда она готовит, я так шучу. Или она, допустим, нагладит меня на лекцию. Я говорю, вот смотри, я у тебя какой красивый по природе, наглаженный. Так шучу я с ней просто. Хотя она меня нагладила за правду. Это не по природе, я такой наглаженный. Человек, который пользуется любовью другого человека, он всегда наглеет. И это нормально. Не нужно очень сильно на это сердиться и огорчаться. Бог ты мой. Я для него всё делаю. Он говорит, это по моей судьбе так положено, чтобы ты мне готовила. Мне астролог так сказал. Так я просто молюсь Богу, чтобы у меня были силы, ему готовлю. И потом бац, это оказывается по судьбе так положено. Так мне просят тогда вообще не готовить просто всё. Шкурка выделки не стоит. Не удивляйтесь. Так устроены мы изнутри. Мы легко привыкаем к тому, что у нас есть. Хотим больше потом наслаждения себе. Мои дорогие друзья, в этом нет никакой опасности, когда твой близкий человек в результате твоего служения обнаглел. Никакой опасности нет вообще. Знаете, что когда, если вы будете просто честно энергию любви брать от Бога и направлять её к близкому человеку, в этом случае в его сердце, несомненно, возникнет благодарность. Что такое благодарность? Это возможность слушать того, кто тебе говорит правду. Да, близкий человек наглеет в результате служения ему. Человек, который берёт энергию от Бога, а не от человека, никогда не теряет себя. У него в сердце возникает чувство собственного достоинства. Тот, как кому-то служит, а другой, когда гордится собой, тот, кто ему служит, он становится униженным и как тряпка. Когда мы человеку отдаём своё служение, именно свои силы, а не Бога силы, человек становится как тряпка, а тот становится гордым. Говорит, служи мне дальше, а этот униженный. И такая вот ситуация. Но когда человек берёт силу Бога и отдаёт, у него чувство собственного достоинства только крепнет от этого. Когда он отдаёт то, что Бог ему дал, он становится сильным, этот человек. Не слабым, а сильным. И в этот момент он может сделать замечание. Ну, пусть им кто-то обнаглел, он может в шутку, по-доброму. Замечание приходит в сердце только, когда доброе его произносишь. По-доброму. У меня был такой случай, я люблю творожный пирог. Только не приносите, пожалуйста, хорошо? Не приносите, я просто так сказал. Для примера. Итак, нам знакомые принесли творожный пирог. И я попросил жену оставить мне кусочек. Пришла её знакомая, она оскорбила творожный пирог. Я пришёл, смотрю, ничего нет. И начал рассказывать ей по-доброму, мы сели рядом с ней. Я начал рассказывать, говорю, вот я очень сильно хотел творожного пирога. Пришёл домой, смотрю, творожного пирога нет. Спрашиваю у тебя, где творожный пирог? И ты говоришь мне, а мы съели его с подружкой. Ну, это не так сильно хотелось. Просто съели, потому что нечего было есть. Такая была ситуация. Я говорю, ну как же? Я же так сильно хотел этот творожный пирог. И я так рассказываю, она ухахатывается просто, она катается по полу просто, слушай, я ей рассказываю свои эмоции, вот эти все. И потом, и вот, ну то есть я перевалил себе это всё и просто ей рассказал, вот как что-то смешное. Она ухахаталась вся, вот. И потом она в следующий раз не съела следующий творожный пирог, а оставила мне. Почему? Потому что с любовью всё принимается глубоко. А если бы я её начал ругать, укорять, она бы просто, ей противно даже думать об этом было бы, понимаете? То есть если мы любовь к себе требуем с помощью грубости и злобы, тогда ничего не будет. Но чтобы не требовать, надо сесть перед алтарём и сначала успокоить своё сердце. Понять, что ты можешь только на Бога уповать, на близкого человека уповать ты не будешь. Он всегда будет тебя учить всем твоим недостаткам. Привязался к творожному пирогу? Получи результат. Близкий человек всегда будет учить нас. Он является представителем Бога в нашей жизни. Он всегда будет иногда приносить нам счастье, иногда страдания. И мы не можем на что-то другое претендовать. Итак, когда человек наполняется Богом, он не только может служить человеку, а также и воспитывать. И это воспитание входит в сердце хорошо, потому что он воспитывает по-доброму в этом случае, а не по-злому. Когда у человека нет сил, он не будет воспитывать. Он терпит до последнего, а потом кричит. Терпеть до последнего означает баловать человека, а кричать означает взращивать в нём злобу. Никаких шансов быть вместе тогда нет. Все шансы быть вместе берёт только вот эта сила, которую мы поём своим детям, о которой говорим, что так надо жить своим детям, но при этом сами почему-то этого не понимаем. В этом заключается проблема нашей жизни. Мы должны своим поведением показывать пример детям, а не своими словами. Слова не работают, только поведение. Были серьёзные научные исследования, они показали, понимаете, была такая игра куклы с детьми. И кукла показывала одно, а говорила другое. И дети, они потом копировали её поведение, а не слова. Представляете? Они только поведение копируют, им слова неинтересны. Как мама ведёт себя и папа, потому что действие в разуме отражается сильнее, чем звук. Вот если, допустим, я говорю, говорю, говорю вам лекции, не надо разводиться, не надо разводиться, надо быть вместе, говорю, говорю, а сам бац и бросил жену. Всё, все эти слова насмарк, полностью. Они все дисквалифицированы. Потому что одно маленькое действие разрушает много-много слов. Понимаете, да? Поэтому очень важно, чтобы родители именно вели себя правильно. А говорить можно не обязательно даже. Не обязательно говорить. Главное — поступок. Важный поступок. Но для поступка нужны силы. Силы берутся от Бога. Я не знаю причины, почему иногда мой звук не выходит из микрофона. А иногда выходит. А? Ну, не важно. Важно то, что я просто не знаю, вам говорю об этом. Итак, мы с вами поговорили, как воспитывать близкого человека. Мы начали говорить. То есть, как воспитывать. Сначала мы молимся и принимаем его. Потом мы молимся и служим ему. Потом мы молимся и понимаем его. Мы начинаем чувствовать, что он за Личность. Хорошая в нём начинаем понимать. А потом всё будет хорошо уже. Если ты человеку говоришь о его недостатках и при этом видишь больше в нём хорошее, тогда он будет меняться. Приведу такой практический пример. Действие. Придите домой, повесьте себе на стену где-нибудь или в папочку положите, чтобы никто не видел. Если вы вместе работаете над собой, повесьте два листочка на стену. В одном вы честно пишете недостатки мужа и больше, в другом его хорошие качества. И он также недостатки жены и больше хорошие качества жены. И потом вы помолились, потом чувствуете вот этот недостаток, он как бы не имеет большого значения для меня. Раз вычеркнул. И новое хорошее качество нашёл. И когда у вас в два раза больше будет хороших качеств и недостатков, хотя бы одного из вас на ваших листочках, с этого момента у вас начнётся счастливая семейная жизнь. Вы будете видеть, когда хорошие друг к другу, тогда вы сможете быть счастливы в отношениях. Потому что счастье как раз через хорошее и приходит, а не через плохое. Когда мы сосредоточены на плохом, тогда ложный эгоизм вспыхивает в отношениях, и мы злимся и ругаемся. Когда мы сосредоточены на хорошем, тогда истинный эгоизм вспыхивает, и мы любим друг друга. Вкладывайте смело. Друг друга. Молитесь и вкладывайте. Не бойтесь. Благодарность придёт обязательно. Обязательно. Там, где есть вот эта жизнь, наполненная Богом, там никогда не бывает несправедливости. Она бывает только временна. Сначала, пока люди не понимают вас, они будут вас мучить. А потом они поймут и будут благодарны. Как вы думаете, почему мы не хотим принимать друг от друга советы? Вот интересно, что если я, допустим, своей жене говорю, пожалуйста, сделай вот так. Допустим, она у меня любит очень поздно вставать, как все женщины почти. Она любит поздно вставать. И когда уже от этого портится её здоровье, я говорю, пожалуйста, вставай пораньше. У тебя портится от этого здоровье. Она мне очень ласково и по-доброму говорит, пожалуйста, Олег, лекции будешь читать в лекционном зале. У нас с тобой семья. Я говорю, как же мне тебе помочь, чтобы ты пораньше вставал? Она посмотрела на меня и говорит, похоже, что никак. Я тогда сажусь молиться, успокаиваюсь, принимаю судьбу, что она не может пораньше встать. На следующий день утром пораньше я прихожу, сажусь рядом с ней в разных комнатах спим. Вы так не обязательно вам так делали. Я прихожу, сажусь рядом с ней, влажу её по голове, ничего не говорю. Ухожу потом. Начинаю заниматься своей практикой. Через несколько минут она приходит и говорит, я сама проснулась. Это является законом. Ненасилие и любовь. Дать возможность близкому человеку ошибиться, у него открываются крылья. Это всегда так работает. всегда так работает. Мы думаем, что надо побольше нахлобучить близкого человека, он тогда поймёт. А надо побольше простить его, и всё равно простить не значит, как часто бывает. Ну, я простила всё, пускай тогда живёт как хочет, ничего страшного. Простить не означает попустительство. Простил, и опять иди в то же самое направление. Ты хочешь помочь близкому человеку? Помоги. Сначала прости его, а потом иди в его направлении. «Мой дорогой, я, конечно, понимаю, что тебе надо выпить. Я буду, в общем, за тебя молиться». И всё. Он понял, о чём идёт речь. Он не дурак. И так как он не может с собой совладать, он всё равно пьёт. Но совесть его в этот момент включится. Потому что совесть в жизнь приходит вместе с любовью. Если он видит, что близкий человек по-доброму относится, не злится, не ненавидит его поступок, он начинает раскаиваться сам. Поэтому нужно поступок близкого человека просто переваривать сердце. Близких людей мы не сможем воспитывать. Мы не сможем воспитывать словами своего мужа, свою жену, часто своих детей мы не можем воспитывать словами. Нужно воспитывать добротой, правильным поведением и прощением, принятием. Вот так мы воспитываем близких людей. Это труднее, чем просто говорить. Намного труднее. Мы решили с женой бегать. вместе. И она первый раз пробежала со мной. Я старался медленнее, осталось быстрее. Потом она говорит, я что-то так, я не смогу так долго бегать. Я говорю, а как ты сможешь? Она говорит, ну я же женщина, я не могу иногда бежать, иногда идти. Вот так вот я только могу. Я говорю, Бог ты мой, как же мы побежим. Она иногда бежит, иногда идет, мы же должны вместе. Я подумал, подумал, принял решение, что когда она идет, я буду бежать туда и назад. И мы так бежим, короче, сосед мимо проходит, соседний дом говорит, как-то странно, вы спортом занимаетесь. она довольная такая идет. Я бегаю туда-сюда вокруг нее. Так должна протекать совместная жизнь. Должна протекать через аскезу, принятие, любовь, не насилие. Тогда возникает возможность. Если ты хочешь, чтобы твой близкий человек занимался спортом, прими его возможности. Или ты хочешь чего-то от близкого человека, пускай он делает, как может. и тогда будет счастье, если мы принимаем друг друга, а не просто требуем друг от друга чего-то. Итак, причина, какая нежелание принимать советы от близкого человека? Причина заключается в том, что между нами нет развитых отношений духовных. Семейная жизнь оскверняет наши отношения. даже с точки зрения духовного, даже отношения между друзьями часто выше, чем между супругами. Потому что семейная жизнь, она делает отношения эгоистичными. И если вы способны советовать друг другу и слушать советы без всяких проблем, это значит, что у вас гораздо выше уровень отношений, чем между друзьями. веды говорят, что у близких людей нет вариантов. Они могут стать только сердечными друзьями друг к другу. Только сердечными друзьями. Но просто друзьями не смогут стать. Потому что они могут жить или чуть-чуть на дистанции и не принимать советы друг друга. Или начать верить друг в друга и принимать советы. Но это очень высокий уровень отношений. И такие люди никогда не расстаются. «Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор». Душевный разговор, о чем я говорю, что очень глубокие отношения. Ты можешь правду сказать близкому человеку, он может выслушать. Это называется душевный разговор. Душевный разговор не означает, что мы только по шерсти друг друга гладим. Душевный разговор означает вера друг другу. Я верю, что если близкий человек мне это говорит, значит мне это надо. Но я этого не понимаю, что мне это надо. Просто я верю ему на слово. Это называется душевный разговор. Я сейчас со своим менеджером говорил перед лекцией. У нас была очень беседа. Острая очень. Наши мнения разошлись кардинально по развитию нашего проекта. Кардинально разошлись противоположно. И я принял его точку зрения. Я ему сказал, что я принимаю твоё понимание, твои усилия, всё, что ты говоришь. Я верю тебе как Личности. Но понять этого не могу. Давай продолжим этот разговор позднее. Давай мы ещё подумаем с тобой и потом ещё раз поговорим над темой. Но то, что ты говоришь, для меня неприемлемо просто. Но я понимаю, что ты не просто так мне это сказал. У тебя есть опыт. Там вопросы в развитии могут расходиться сильно. Вот этот душевный разговор возможен, если люди очень сильно верят друг другу. По другому никак невозможно. Вера друг другу идёт через совместную духовную жизнь. Когда ты видел, как человек духовно работает над собой в молитве близкий, ты начинаешь ему верить. Вера в постели не развивается. В постели это есть животные его инстинкты, а духовные, когда качество он проявляет, тогда ты начинаешь верить человеку, видеть его чистоту. Даже несмотря на его ошибки, ты можешь видеть, как он ошибается в жизни. Тебя это не сильно смущает, давайте с вами немного потренируемся, посмотрим нашу призму восприятия близкого человека. Поднимите руку, кто из вас хочет вопрос по поводу близкого человека задать, вам очень больно от его поведения, поступков. Мужчина, давайте микрофончик мужчины. Мы говорим о внутренней работе, а как правильно относиться друг к другу. Спасибо вам большое, что вы пришли ко мне сюда на лекцию. Слушайте мою болтовню. Супер, отлично. спасибо. Извиняюсь, надо чувствительность чуть-чуть убрать. Раз, два, три. Чуть-чуть еще убрать. Раз, два, три. Раз, два, три. убрать. Кто-то убирает чувствительность? Раз, раз, раз. Терпение нету, начну терпение. Сейчас меня Бог проверяет на терпение. Раз, три. два, три. Раз, два, три. Говорите. нет причина не в этом спасибо уже лучше ночи причина не в этом проблема в том что вам не хватало силы в том что вы такие плохие не выполняли что-то надо убрать чувствительность не в том что вы такие плохие причина а в том что у вас не было возможности если бы у вас такие возможности были внутри вы бы обязательно это делали возможности идут молитвы отношения с богом раз-два-три раз-два-три отлично раз-два-три меня слышно хорошо сзади хорошо нет плохо слышно до увеличить чувствительность договорить очень правильно очень правильный поступок люди часто думают что расходиться не надо долго это предательство предательство жить и мучить друг друга а также предательство расходиться искать себе другого а вот разойтись отдохнуть помолиться и потом сойтись это супер вообще решение очень правильно и сильная с обоих сторон но если второй человек к этому не готов это опасно ты его отпускаешь как бы он потом и улетел хорошо у меня не хватало сил чтобы принять новое качество и я чувствовал что у мужчины никогда не хватит сил принять все советы жены это невозможно в итоге в итоге так получилось что я ее бросил при этом хотел продолжать общение было интуитивно такое чувство но не получилось шли с ней очень хорошо я как-то только мог найти силы заниматься собой так нашел ваши знания вашей лекции многое осознал почувствовал себе большую любовь в ней почему-то не знаю почему вы не запутались в ней случайно а вы сейчас не вместе а у никто на еще есть сейчас кто то есть у может вам сейчас надо понять что это уже болезнь ваша болезнь по отношению а вы вы вначале были прямо совсем рано или пришли где-то к 11 ровно я пришел вы слышали разговор с девушкой ну вот это для вас все объяснено было все то же самое цель жизни это бог они человек все то же самое она хорошая да девушка она добрая девушка я вижу эту девушку она добрая хорошая она выбрала другого человека из просто из из того что было очень плохо и кто-то нужен был рядом она поэтому выбрала его вот но это не значит что она вернется назад потому что она получила очень сильную травму в отношениях с вами и она второй раз не способна на то чтобы эту травму еще раз получить а это болезнь уже болезнь и чувство обожесление человек есть две крайности одна крайность когда человек человека считает слишком плохим а вторая крайность когда он его считает слишком хорошим это означает что человек или не ну как бы не сводит человека до бездны внизу или он возвышает до бога это все происходит в результате неправильного контакта с самим богом когда мы с богом контактируем через молитву через служение это я не могу контактировать или геннать чего для чего вы мне эту лекцию читает просто слушайте голос тех кто молится и молитесь вместе с ними контакт уже есть все просто вы об этом не понимаете если этот контакт есть то наступает трезвость человек постепенно успокаивается восприятие другого человека вот девушка рассказывала она точно так же очень сильно болеет человеком она им болеет то есть она ждет счастье от человека а нет бога это есть болезнь потому что человеку надо служить а не жать и не ждать от него счастье она успокаивалась во время молитвы полностью и чувствовала что уже не болеет им а потом опять эта болезнь возвращалась и так постепенно эта болезнь полностью уйдет из сердца сначала во время молитвы она уходит а потом из жизни я чувствую что я девушка я понимаю что у меня очень много недостатков но дело в том что если я раньше их не принимал сейчас я чувствую что это как вы сказали действительно моя судьба нет вы ошибаетесь это не вы решаете сейчас ваша судьба поменять человека на бога ваш экзамен заключается в том чтобы начать верить бога а не в человека и свою жизнь с ним вы сейчас верите в свою жизнь с этим человеком а надо начать верить в бога и только после этого бог будет решать будете вы с ней жить или нет сейчас это не решается сейчас бог хочет чтоб вы переключились с человека и перестали унижать себя на него когда вы с богом будете отношения за солнцем пойдете следом дорогой добра пойдете когда тогда у вас чувство собственно достоинства станет сильным а не униженным вы в сердце успокоитесь два и будете готовы ко всему и с ней и без нее а сейчас вы только к одному готовы вы богу не даете вариантов потому что вы унижены вы нуждаетесь в этом человеке вы зависите от него и это значит что вы в него верить а не богу у вас неправильно работает вера это самое страшное в жизни человека это всегда приводит к серьезному стрессу видите я ей говорил он слушал но не услышал для себя так часто бывает когда человек находится в стрессе он не слышит то же самое для себя ему но лично говорить так часто бывает человек не слышит для себя именно думать это для него касается не для меня я тоже сам вам сказал как ей вы сейчас для себя услышали мне понравилось знаете чем отличается реакция мужчина от женщины хотите я вам расскажу это интересно знать вот женщина когда слушает она все принимает от меня все во все берет все что я сказал это правда она чувствует все это правда но при этом она еще не может сейчас сделать так как хочет как хочет старший потому что сердце у женщины чистое и она быстро принимает истину но ему трудно следовать так женщина воспринимает информацию теперь как мужчина воспринимать послушайте он тоже доверяет все то же самое мужчина как воспринимаем он слушает все говорит спасибо но глубоко в сердце не принимает сказано он думает наверное что то не так я еще подумаю об этом так вы приняли это нормально я не вы меня не слышите вы меня не слышите сейчас дорогие организаторы нам нужно что-то сделать со звуком верните мне первый микрофон я им полностью удовлетворен я его принимаю я понимаю что вопрос моей с гордостью хорошо видите мы сейчас изучаем также тему как боль разрушает разум вот все кто допустим слушает нашу беседу с кем-то да они думают но это же очевидно очевидно все но когда сам человек попадает в эту ситуацию для него это вообще не очевидно становится абсолютно не очевидно так действует разум имейте ввиду что я сам был в такой же ситуации как этот молодой человек и мне наставник те же самые слова говорили я тоже кивал головой так же вот как он не мог сразу принять потрясающе итак мы изучаем тему как мы относимся друг к другу тема означает что нужно учиться относиться правильно нужно правильное восприятие близкого человека культивировать всегда в своем сердце правильное восприятие означает сегодня очень сильно хотите увидеть хорошее в близком человеке но также знать что у него есть недостатки сильно хотеть увидеть хорошее и думать о хорошем также знать что есть недостаток когда мы только хорошим думаем не знаем что есть недостатки мы обожествляем когда мы думаем только плохом не знаем что мы хорошие имеем там и сильно гневы ненавидим этого человека все эти неправильные отношения означают в отношениях нет разума значит нет любви есть зависимость или злого одной из двух любовь означает желание служить в чем служение сейчас этой девушки в чем заключается правильное служение этой девушки сейчас да и вот дать ей возможность жить как она может дать ей молиться чтобы не все хорошо в жизни было да ты и служить но это недоступно для вас сейчас нереально служить может только самодостаточный человек независимый самодостаточным что надо понять что в этом мире не мы центр вселенной каждый человек может жить или со мной или без меня мы все иногда встречаемся друг с другом иногда расходимся мы как матрики в этом большом небе жизнь иногда слетаемся иногда далеко разлетаемся и бывает здесь ничего вечного вечно бывает только служение богу я дописывают что если люди в этой жизни вместе бог ушли следующей жизни они опять вместе и их расставание по-другому выглядит совсем хотите об этом узнать это было где-то лет десять назад в риге даже не десять наверное лет пятнадцать назад в риге я читал лекции по два месяца в каждом городе тогда по 36 лекции в одном городе читал и люди ходили они очень сильно жизнь менялась за один приезд и не было так много городов которые бы меня хотели видеть я ездил всего в 5 место где-то за год и после лекции у меня хватало сил прямо очень детально разговаривать с пятью человеками я брал пять консультаций мы общались с ними и была такая ситуация что ко мне попал на консультацию муж женой попали вместе была отдельная комната такая мы общались с ними и наш разговор они были последние то есть я не ограничивал время нас была возможность там находиться сколько мы хотели мы с ними общались вопрос был такой мужчины нужен ли живой наставник или нет или достаточно просто икон мужчина он имел два высших образования был доктором наук завкафедрой очень высокий уровень развития личности и он меня принимал как наставника в этом вопросе очень серьезно со мной общался он объяснил мне что они женой жили 19 19 лет вместе никогда не расставались у них очень крепкая семья и они практически никогда не ругались не было взаимопонимания само начало практически такая интеллигентная очень развитая семья во всех вопросах этот мужчина он очень сильно переживал когда он общался со мной на эту тему я несколько раз говорил вам надо успокоиться он горт я не могу успокоиться вопрос жизни и смерти для меня с ним говорили где-то минут сорок и в конце разговора вдруг когда он сказал теперь я все понял в этот момент не случился инсульт и он начал терять сознание вот так уходить и к сожалению этот инсульт был настолько сильным что он забрал его жизнь я сейчас говорю не об этом как ушел из жизни человек я сейчас говорю о том как вела его жена себя она сразу поняла что он уходит тут же и она просто села как бы ну я начал заниматься им там на точке всяким же пытался его спасти вот она села просто смотрела на него и улыбалась она не пыталась там бежать куда-то там мой помощник вызвал скорую там она нет ничего не делала она просто сидела улыбалась потом когда на следующий день стало известно что он погиб тогда я попросил и прийти ко мне она пришла я увидел ту же самую улыбку на лице она сказала что мы не расстались с ним я знала что будет мы не расстались не очень чистая светлая память как вы говорите на лекциях о нем и она останется навсегда я знаю точно что мы будем вместе в следующей жизни меня нет сомнений она горит мне нет скорби в сердце есть только благодарность все и нет чувства расставания мы вместе до это услышал меня реально просто вот дружка всему телу пошла я увидел правду жизни я увидел что есть очень возвышенные личности которые живут друг для друга и когда кто-то из них уходит из жизни 2 как лебедь он летит за ним потом но именно в таких ситуациях и надо думать что у вас такая же ситуация поймите это попытайтесь это то бог решает кто будет вместе кто нет нам бы должны это заслужить и мы не должны прийти претендовать на человека слишком сильно надо заслужить это претендовать на человека и Субтитры создавал DimaTorzok